Жилье для детей-сирот – это та отправная точка, которая определяет всю их самостоятельную жизнь. Детям-сиротам не от кого получить помощь, у них нет родственников, поэтому государство гарантирует квадратные метры. В этом году федеральный бюджет перечислил Оренбужью почти 140 миллионов рублей, еще 425 миллионов выделил областной бюджет. Эти деньги позволят обеспечить жильем 490 сирот, но не за горами конец года, а эти средства освоены всего на 29%. Муниципальными образованиями области приобретено 207 жилых помещений на сумму 161 миллионов рублей. На первичном рынке приобретено 35 квартир, на вторичном – 172 квартиры. Для выявления причин нерасторопности чиновников были приглашены главы 12 муниципальных образований. Где-то, например, в Светлинском районе не куплено и не построено ни одного метра жилья для детей-сирот. За сентябрь-ноябрь муниципалитет обещает наверстать упущенные сроки и осчастливить долгожданными квартирами 9 человек. В Оренбургском районе освоено 14% выделенных средств, но это ничтожно мало по сравнению с тем, сколько бездомных в районе. Очень высокий процент лишенных родительских прав родителей и количество детей. В этом году у вас уже 27 детей-сирот. В прошлом году 37 на это время было детей-сирот. Родителей в этом году 16. Установлен процент 0,7, что привело к значительному снижению наших возможностей. Наснимальная цена жилого помещения 33 квадратных метра составляет 637 500 рублей. По словам главы района, муниципалитет трижды объявлял торги на приобретение квартир, но на них никто не пришел. Разница стоимости, которую предлагает государство за жилье и его рыночная цена, во многих территориях является непреодолимой преградой для решения главной проблемы детей-сирот. Необходимо строить именно конкретные квадратные метры под конкретные социальные программы. Тем более, еще раз повторяю, вы заинтересованы в том, чтобы денежные средства прошли через экономику района. Во-первых, это занятость строительных организаций. Во-вторых, это налоговая база ваша. И в-третьих, эти средства пойдут не просто перекладывание из кармана в карман, с бюджета какому-то, ну, собственнику. То есть, ну, в экономике практически не участвуем. Павел Самсонов напомнил, что защита жилищных прав детей-сирот является важнейшим направлением региональной социальной политики. Учитывая, что число детей-сирот неуклонно увеличивается. Растет и число судебных решений об обеспечении их жильем. Выход из ситуации может быть найден, как бы не росли цены на рынке жилья, уверены в Доме советов. В качестве положительного примера был приведен опыт Шарликского района, где нашли возможность купить комфортные квартиры в строящихся домах нового микрорайона. В ноябре положенные ключи от жилища получат сироты, в отношении которых есть решение суда. Продолжение следует... Продолжение следует...